Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы поговорим о том, как переходить в Словакию. Итак, рассмотрим основные способы переезда. Это обучение и открытие бизнеса. Итак, можно получить в НЖСловакии на основании зачисления в высшее учебное заведение. В основном обучение бесплатное, однако проводится на словацком языке. Для того, чтобы поступить в университет и проживать на территории Словакии, вам нужно подтвердить свою финансовую состоятельность. А именно, нужно иметь на счету ориентировочную минимум 2700 евро. После получения в НЖС эта сумма полностью в вашем распоряжении. Также для поступления в высшее учебное заведение возрастных ограничений нет и можно привести с собой свою семью. Поступившие студенты подрабатывают либо удаленно в своей стране, либо находят подработку уже в Словакии. По закону студент может работать 20 часов в неделю и выбор подработки в стране довольно широк. А уже после окончания вуза в Словакии перед вами открывается биржа труда. Вторым способом является открытие бизнеса. Чаще всего открывают ИП, нежели ООО, поскольку открытие ИП не требует столько затрат, как ООО. Итак, для открытия своего дела у вас должно быть два счета. Один счет индивидуальный, а второй предпринимательский. На первом счету должно быть ориентировочно минимум 2700 евро, на втором 4700. Кроме того, важно иметь в виду, что сумма изгода будет меняется, а так как она зависит от прожиточного минимума. Первое аванже выдают от одного года до трех лет. Далее для продления нужно показать оборот компании ориентировочно минимум 4500-4700 евро в год. То есть нужно предоставить выписку с банком. В отличие от других стран, это самые лояльные требования. Открывая свое дело, можно сразу перевести свою семью, то есть супруга и несовершеннолетних детей. Дети могут ходить в местный садик, в школу наравне с другими детьми. Друзья, на этом у меня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok